А еще подарка. Ну, кто-то цитировал Курдюмова. Так, а Курдюмов был, провел эту самую длинную поездку, особую поездку. Вот, и у меня был соблазн, я сегодня этого не буду делать, не знаю, слышать или нет. Он оставил мне папку с фотографиями, то есть вот везде, где был авторитет, все это у меня есть. Я подумаю, имею ли я моральное право показать всем. Но там только хорошее. Наверное, имею. Может, следующее. Может, отдельно целый этот. Но тогда надо про каждого рассказать, и получится целое передать. Так вот, в 2010 году весь август, полно сентября прорыл на Урале в Сибири. Был на Алтае и Минусинской котловине. Что сказать? Рай Божий. Сибиряки завидуют кубанцам просто по незнанию. Я до сих пор завидую. Устал мерзнуть. Регулярно успокаиваю сибиряков и северян, ставших кубанцами. И на третий год осознавшись, куда они попали. Ну, сейчас, не говоря дальше, я пока скажу. Я был шокирован, когда я в каком-то фильме или вебинаре взял, да и скажу, ляпнул. О, красота, у вас же там прибрежный район, значит. Ну, кубань большая, вспомните суть. В Сочи я был. Был дикий ураган. Гигантские деревья гигантские выворачивалось корнями. Вот. Море не понравилось. Много еще не понравилось. Вот. А это же Кубань. И вот получается, что я считал, что там должно быть много этих самых бусоны, пассаты. Короче, я считал, что там очень гнилой, не гнилой, как сказать, очень влажный климат. Вот как у моих предков на юге Украины. Вот. Тоже при Черноморье 200 километров. Вот только тут оказалось, мне сказали, вы что, смотрите, что ли, у нас засуха сплошная и эти, как суховерие. Ладно. Так что везде свое положительное, отрицательное. Вот. Читаю дальше. Это он, видимо, с какой-то... А, это с книги, видимо, под цитата. Еще раз говорю, не Курдюма, а кто-то прислал. Глядя на фотографии груш, яблок, абрикосов, слив, железово, долго мучился ощущением какой-то нереальности. Правильно? Я сейчас не верю, что у меня это есть. Что-то не так, а что не пойму. Наконец осенило. Батюшки Света, ведь ни на плодах, ни на листьях, ни единого пятнышка. Вот это настоящее уже свидетельство. Все чистое, как в сказке. Там почти нет ни вредителей, ни болезней. Все стерилизирует зима. Мороз единственная проблема. Но если найти хорошее место и посадить надежные сорта, то этой проблемы нет. Да, хорошее место у меня, в Черемышках, в Майне. Надежные сорта тут, конечно, проблематичны. И те, кто будет читать из других мест, даже не возьмут эти сорта. Но есть, правда, другая крайность. Ребрик, тоже авторитет московский, сильнейший авторитет. Александр Алексеевич, он главный редактор журнала. Он мне, не мне, но свое мнение бы сказал, что все бы ничего. Но у Железова деревья, избиты морозами, живого места нет. Ну, я вам показывал, сами видели. Правда, я как приспособился. То есть, то, что мороз, да, и главное, заметил Курдема, но на то он и денег. Вот. Ну, я кое-что просто добавлю, там, через запятую. Да. Если еще, когда все-таки мороз уничтожит наших вредителей, где-то 90-99 процентов, уже жрать, это самое, не будут. Плюс, если избавиться, не делать защиту деревьев, когда они гниют, это еще запятая. Ну, то есть, те самые примеры. Вот. Буквально, вот, опять эти самые. Ну, я дурею просто. Ой, нет, не буду отклоняться. Как на экране учат опять. Все наоборот. И вот, значит, если не лечить, потому что любое лечение, выливается еще больше раны. Так, реально. Так те способы. Вот, еще не лечить. Наклончик, помните? Вот. Обрезка. Ой, я сейчас еще 23 пальцев загну. Но он молодец. Он заметил очень важное. Вот. Я боюсь вот так вот взять мои растения, перенести просто волшебник. Псат раз на юг. А вдруг сгниет. Сортовым растались, несколько сельцев. Вот он. Вот они раскрученные все. Лель раскрученный. Царский раскрученный. Саянский. Ой, еще один этого самого. Я сразу не заметил. Еще один Бакалов. И когда я призываю, пожалуйста, покажите мне, где, кто сохраняет Бакаловские сорта. Они самые морозостойкие в мире. Не мои железа, а его. Самые морозостойкие в мире. Вы знаете, я вам все скажу, я вынужден это сказать. Лишний раз. В фильмах это было. В вебинарах не помню. Когда я ко мне обратился. Этот. Ваулин. Исполняющий обязательства директора. Института. Город Мяс. Чтобы я ему собрал. Коллекцию. Одну-то я собрал в своем саду. Тут без проблем. Видели в фильмах, как девушки мои стояли в позе. Вот. А второй-то. Я же поехал. Я несколько раз был в Абакане. Вот. Это значит древнее Подсение. Сам Абакан. Или этот самый. Гора Самохвал. Вот. И когда я видел и покупал для него. Потому что никто даром не дает. Урожайчик жалкий-жалкий. Но урожай был. А морозы были в 44. Это было-было. Вот. Это спасать надо. Но среди нас с вами. Хоть я вас назвал элитой. Вот. Помогайте разоблачать мошенника. Чтобы вот так вот не было. То есть мошенника. Может этот человек искренне зарабатывает. Но не купил ли он эти саженцы? А где он мог купить? Только на юге. С юга. Вот. И вот это вторая сторона медали. Да, я собрал посылку для этого. Для Ваулина, директора. Вот. Но я лишний раз убедился. Еще пройдет несколько лет. Не будет ничего. Ведь их же сохранить можно только. Этими самыми прививками. И ни на что попало. А есть, допустим, у Байкалова красавчик. Хотя специальный подвойный абрикос, выдерживающий чуть ли не 50 градусов. Представляете? Ну. Кому это надо? Вы попробуйте, те, кто должны были. Если бы Путин, я уже в открытую обращаюсь, у меня выхода нет. Хотя бы один бы нашелся человек, который бы понял то, о чем мы с вами сейчас говорим. Что творится. Чтобы действительно быть любому институту. То есть, это вот не зря Курдюмова же упомянул. Запятая этот. Алтай, запятая Минусинская зла. Два места в Сибири, где можно не просто выращивать абрикосы, а накормить им даже европейскую Россию, где ни черта не растет всего же слов. Курдюмова, что у нас все это не лучше, чем у них. И вот это вот должно стать, это, и тогда АТО по импортозамещению. Опять про это самое, про заклинание. Кому доверили? Где тут институт? Продолжение следует.